привет девочки вот посмотрите кто мне мешает снимать вот такой у нас мурзик маленький рыженький у него короткий хвостик он родился с коротким хвостиком такая патология да вот такой вот рыжий сейчас я уберу хочу показать вам что связалась за неделю у меня но это сейчас я не вязала это связала я прошлом году эту сумочку начала вязать прошлом году из такого вот мотива вот посмотрите какой мотив я выглядела журнале а нитки эти взяла я даже не знаю но я думаю что это тут свискозы видите это было у меня жилетка я взяла и распустила на распустилась очень очень хорошо и быстро этой жилетки у меня уже на старая была нехорошая и думаю дай-ка я ее распущусь вижу сумочку вот такую сумку я связала у меня тут четыре мотива и здесь четыре мотива а здесь одно уплотнила вот здесь вот видите сделала конвертик и сюда суну какую не может жесткую деталь для укрепления дна вот этим нужно мне заняться к весне сделать такую сумочку вот она мне очень нравится и сшить туда подклад здесь я вязала рачьим шагом а здесь сделала по лицевой стороне швы чтобы такая немножечко как бы определение было вот такая сумочка у меня вяжется чехлы в машину я начала вязать вот у меня две заготовки вот у меня одна заготовка это 49 сантиметров бабушкин квадрат из кавказской пряжи вот такой еще мне нужно связать здесь пять сантиметров это сидушки будут и еще плюс к этому нужно вязать на спинку 50 сантиметров вот это одна заготовочка и вот раз заготовочка это поменьше я сразу две вижу но тут у меня видите уже цвет один ряд фиолетовый такой выделяющийся цвет здесь у меня это ниточка кончилась у меня и думаю дай-ка я сделаю поярче о как красиво поярче получилось вот вторая заготовочка плотно получается и хорошо это левая сторона вот про такие у меня чехлы будут а насчет джемпера зеленого а я сейчас вам расскажу историю вот этот джемпер вязала я в круговую я вам показывала и у меня все вот так вот косит вот чем дальше я вижу и так все косит я думаю как же исправить эту беду и потом вспомнила что ирина шургула говорит я все время вижу отдельными частями перед спинку потом сшиваю я взяла это все распустила и начала вязать по прямой и посмотрите как хорошо ложится обратно поворотными рядами видите как хорошо сейчас ложится все вязание это у меня спинка спинка я померила я тут добавила по 2 петельки с краю она немножко у меня идет как на раскрешить на раскрешение чтобы не обтягивать спинку и бедра и вот сейчас я вижу это вяжется из alize cotton gold 100 грамм 330 метров и здесь 55 процентов хлопка и 45 процентов акрила ниточка такая плотная джемпер будет плотный и бактус мой бактус мой вижу я его конечно вот ряд наверно вот я связала 1 2 3 4 5 5 рядов связала вот этими уже ниточками она как бы как тянется как будто резинка вот видео так этот так не тянется этот она ниточка потоньше но мне все равно вяжется она как бы сесть вот так вот но видите ниточка я вижу вечерами большей степени ниточка тонкая и как бы она вяжется тяжело вечером глаза устают если бы днем почему-то с утра у меня всегда дела какие-то вечером садишься вяжешь уже глаза подуставшие вот ну еще повяжу сколько повяжется но мне это очень нравится этот бактус пусть он и такой темненький но он такой гламурненький мне очень нравится вот такие у меня повезушки случились за неделю а сейчас я вас приглашаю с собой на природу кому интересно пошлите со мной на природу дышать воздухом пока пока это все и и и и и и и и Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... По этой дороге... Это дорога в глубокую тайгу... По этой дороге мы ездили раньше на Синокос... Когда был немолодый... Четыре километра здесь до реки... А там речка Луза... А по этой Лузе надо было проходить по бревнышку... И вот мы с мешками... С бетонами, с молоком, с яйцами, с творогом... Ходили по этому бревнышку через Лузу... А потом... Крутая-крутая гора... И по этой горе мы поднимались... И все пешком ходили до четыре километра... Когда не было транспорта... Потом у нас уже появился мотоцикл... Племянник молодой, маленький парень... В шестнадцать лет нас возило... Представляете... По такой грязной дороге летом... А в мотоцикл... В коляску двое человек сядут... Сядут сзади него... Двое человек... И все... С вилами, с граблями... Все переполнены... Ужас! И вот так ездили на Синокос... И все смеялись, хохотали... И так весело все было... Все в радость обратно... Идем... Уставшие... Потные... И в речку в Лузу ныряем... Купаемся... Стол раскинем с катерти... Сидим весело... Сейчас так вспоминать хорошо... Это все... Что-то было у нас... А потом появилась машина... УАЗик... На машине стали ездить... Все легче стало... Пешком уже не ходили... А это вот... Такая прямая дорога здесь... Летом мы сюда... Правда на Лузу ездим купаться... Там... Небольшие такие водоемы... Но очень холодные... Но вода чистая... Чистая... Чище, чем на плотине... Вот сегодня у нас такая погода... Пасмурная... Но тепло на улочке... Маленький снежок идет... Вот решили прогуляться в лесу... Подышать... Вот такие у нас деревья... Сосенка... Вон какая красивая сосенка... Да... Вон сосенка... Вон какое... Тяжелое небо... Грустное... Сейчас погуляем... Подышим воздухом... Птички чирикают... Почувствовали тепло... Нынче погода... Непонятно какая... Вообще такой погоды не было зимой... У нас уж крещенские морозы... Всегда было 30 градусов... А нынче в крещенские морозы... Дождь шел... Тепло было... Не знаю как купались... В речке там даже и нету льда... Как люди купались мы не ездили... В этот раз... У меня Сергей муж купался... А нынче не поехали... Вот видите какие елки большие... Огромные просто... Огромные елки... Вот какая красота... Тишина... Никого нет... Сейчас вот такой погуля... Подышим... А потом... С новыми силами... С воодушевлением... Будем вязать...